Микрофлай и Фетфлай Как я сказал, на данный момент у меня есть две блестинки от White Witch Первая появилась у меня еще в начале этого спиннингового сезона Как раз после нерестового запрета Это младшая колебалка под названием Микрофлай То бишь микромуха И реально, приманка вообще миниатюрная Ее длина составляет всего 2 см А вес какой-то неполный 1 грамм То есть, такое вот, что ни на есть, микроколебло Разумеется, о забросе за горизонт тут речи не идет Да он и в принципе не нужен Стихия блесны это некая точечная, наверное, ловля На самых ближних дистанциях И что сразу отмечу Проводка максимальная и самая, что вы из возможных, медленная Вот тогда Микрофлай работает стабильно и приносит уловы Скажу честно Если чуть быстрее начал крутить ручку катушки Или попал на струю Все, игра сбилась Ну а так, при такой массе, что вы еще хотели Зато вот в хороших условиях и правильная подача блесны Гарантирует ловлю всего подряд Кстати, у меня есть видосик на канале про эту рыбалку С данной приманкой Так что тычем вот сюда, вот вверху справа И зырим кино По оснащению Сергей сразу поставил тоненькие и достаточно острые В принципе, одинаренькие Они с бородками Но в арейной ловле их использовать не собираюсь Так что оставлю такие, какие есть Сходы с них не наблюдались Кстати, ловить на нее получалось и микрощучку И окушка И даже влетал один подъездочек По рассветкам скажу чуть позже Итог Микрофлай весьма звездатая микрожелезка И если у вас есть возможность обзавестись таковыми Очень рекомендую Еще раз напомню White Witch Microfly Ближе к осени наша муха Точнее муха от Белой Ведьмы Отъелась, стала габаритной и весомой Дамы и господа Позвольте представить Fatfly Теперь это уже более универсальная блесенка Длиной 2,5 см И весом около 1,8 грамма В принципе, внешне Внешне Это просто увеличенная копия предыдущей модели Но в деле оказалось немного по-другому Благодаря увеличенной металлической массе Толстомух стал более устойчивый на проводке Даже при больших скоростях Теперь блесна не сбивается с игры А за счет компактных размеров Идет не под поверхностью воды А чуть поглубже Теперь появилась возможность облавливать даже придонные слои Стоковое оснащение Также простым одинарником И вот здесь я его точно буду менять Как-то уже говорил, что это не от моей большой любви к рыбам А просто безбородые крючки Ну, меньше травмируют пенку кошелька К сожалению, но этот вариант мне пришел уже поздней осенью И в полной мере его разловить время не было Однако, кое-что поймать на тестовой рыбалке все же успел Вот такой он, Fat Fly Ну и по рассветкам В Тамбове, видимо, очень популярна ловля головля Потому большинство их новоколебла темных раскрасов Вот, например, такой вот замечательный вариантик Под некого жучка Вообще обожаю его, офигительный цвет Еще мною шибко любим полосатый мух Или, как мои друзья его назвали, Beeline Не той стороной, вот он вот такой вот полосатый Но вот, за что Сергею отдельное спасибо Так это за покраску на заказ Цвет а-ля ментовская палка Или по-другому можно назвать ее зебра То есть черно-белая Ну, в принципе, и остальные мухи без дела тоже не останутся Вполне возможно, что будут задействованы и при ловле форели на платниках В принципе, такие расцветки вполне позволяют Ну, а на этом у меня, в принципе, все С вами был Сахалинец Пока-пока